Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов, это программа в центре внимания. А сейчас я нахожусь в региональном сосудистом центре номер 3, это в городе Ангарске. Здесь проводятся уникальные операции, появляется новое оборудование. А что еще интересного происходит в области медицины в Ангарском городском округе, узнаем в программе. Обновление медучреждений – масштабная программа. В Ангарской городской больнице, расположенной в 22-м микрорайоне, полным ходом идет реконструкция. После ремонта здесь появятся новые кабинеты. Часть из них распахнут свои двери уже в начале следующего года. Здесь в декабре будет установлен рентгеновский аппарат. Сейчас готовятся полы, делаются ремонты для размещения рентгеновского аппарата. И средств УМС выделено больше 22 миллионов на приобретение рентгеновского комплекса для приемного покоя этого блока больницы. В декабре он будет введен в эксплуатацию. Программа обновления тут началась еще в конце 2022 года. И, как отмечает главврач медучреждения Ольга Кощина, такой реконструкции здание не видела давно. В настоящее время рабочие отремонтировали часть операционных на верхних этажах. Заменили все – от пола до потолка. Обновили стены и систему вентиляции. И скоро кабинеты оснастят всей необходимой современной аппаратурой. Вся возможная диагностика, которая здесь есть на этом блоке – МСКТ, МРТ, эндоскопия и УЗИ-диагностика, функциональная диагностика, она, конечно, сконцентрирована на этом блоке. Поэтому сюда мы максимально перевозим хирургическую службу. И сейчас уже операционная для работы готова. И делается сейчас ремонт в отделении. И до конца года мы это отделение сделаем. Особое внимание при ремонте уделяется и навигации. Здесь началось строительство перехода между перинатальным центром и БСМП. Что позволит обеспечить создание централизованной лаборатории. Но, как подчеркнула главный врач Ангарской городской больницы, работы в этом направлении предстоит еще немало. Также модернизация коснулась и первых этажей. Подготовили палаты для ремонта. Ремонты здесь будут проводиться для размещения приемного покоя. Отделение неврологии, которое находилось здесь до этого, оно поднялось на второй этаж. По словам главврача медучреждения Ольги Кощиной, им удалось совместить прием пациентов и ремонт. Однако на режим работы больницы процесс никак не влияет. Организация, как и раньше, продолжает обслуживать более 700 человек в день. Более полутора тысяч площадей сейчас выведены из оборота и находятся в ремонтах. Естественно, это я говорю только про стационар. Еще раз хочу обратиться к ангарчанам. Да, мы сейчас в ремонтах. Мы будем находиться в ремонте и 2024, и 2025 год. Большую работу предстоит сделать персоналу, административно-хозяйственному персоналу. И в этих условиях продолжать работать с той же интенсивностью медицинскому персоналу. Просим отнестись к пониманиям, но результат он уже есть. Посмотрите, какие операционные. За этим окном одна из множества операционных ангарской городской больницы номер один. Здесь проводят манипуляции по восстановлению кровообращения в сосудах. Медикам помогает ангиографическая установка. На первый взгляд она напоминает устройство из фантастических фильмов. Однако массивный аппарат позволяет исследовать все сосуды в организме человека. С его помощью медики провели тысячи обследований и оперативных вмешательств. А значит, подарили многим людям шанс на долгую и счастливую жизнь. Изначально, начиная с 2018 года, ангарское медицинское сообщество говорило о том, что такой центр необходим. Я, будучи тогда уже депутатом, к этому процессу подключился очень активно. Встречался неоднократно с министром здравоохранения на тот момент. Под напором и медиков, и депутатов этот центр был включен в национальные проекты. И уже в 2019 году начались, уже были выделены деньги, начались уже предварительные работы, такие как закупка оборудования. В 2020 году он уже начал работать. Он обслуживает территорию, начиная от, дальше, наверное, Чемсаянск и до Иркутска. Самое главное, о чем хотелось бы сказать, что созданный несколько лет назад центр не стоит на месте. На сегодняшний день, помимо уже имеющегося современного оборудования, приобретено новое, которое, наверное, позволит осуществлять эти операции более качественно и уже на более высоком уровне. А это значит, что еще большее количество народу получит эту качественную медицинскую помощь. Мы вот сейчас не просто так стоим с этим аппаратом. Что это за оборудование? Расскажите. Мы не стоим на месте, стараемся развиваться. Соответственно, вот взяли аппарат для внутрисосудистого УЗИ. То есть есть УЗИ обычное ультразвуковое исследование, а этот аппарат позволяет провести ультразвуковое исследование внутри сосуда. То есть мы можем посмотреть морфологию стенки сосуда, посмотреть, какие изменения сделаны в сосуде ввиду болезни, да, появились, и, соответственно, правильно выбрать тактику лечения. Помимо этого, у этого аппарата есть возможность измерить физиологию кровотока. То есть, допустим, есть у человека бляшка, но визуально она такая, можно ее лечить и можно не лечить. Этот аппарат нам поможет понять, создает ли эта бляшка ишемию, то есть создает ли какую-то проблему. И мы можем по показателям данного аппарата уже принять решение, нужно лечить данный сосуд или не нужно. Поможет это человеку или это лечение будет лишним. То есть новейшие технологии появились у нас в Ангарске. В среднем у нас проходит в день около 10 пациентов. То есть от 7 до 16 пациентов. Это как и плановых, так и экстренных пациентов. Основная масса пациентов – это пациенты с ишемической болезнью сердца. Также мы начали лечить в прошлом году ишемический инсульт. То есть мы убираем тромб при окклюзии, допустим, какой-то крупной церебральной артерии и восстанавливаем кровоток в головном мозге. Также в течение двух лет уже лечим множественные миомы матки. То есть мы перекрываем кровоток, наоборот, к опухоли и позволяем нормальной строме матки восстановиться. То есть это, можно сказать, малоинвазивная операция с сохранением органа для женщины. В настоящее время планируем дальше развивать направление, собственно говоря. Я извиняюсь, что перебиваю. Вы сказали с сохранением органа для женщины. А раньше этот орган удалялся, я так понимаю? Раньше, да. То есть операции либо делались при одиночных узлах, удалялся узел, да. А при множественных узлах либо гормональная терапия, если гормональная терапия не помогала, и клиника возвращалась, тогда орган удаляли. То есть, допустим, лишая, также, если женщина молодая, лишая возможности фертильной каких-то функций. То есть, для продолжения рода. Ангарская городская больница продолжает наращивать темпы по внедрению новейших технологий. Например, в медучреждениях города нефтехимиков и всей Иркутской области появится современный метод диагностирования туберкулеза. Далеко не самая оптимистичная эпидситуация с туберкулезом одна из главных проблем медиков региона. Именно ее затронули в ходе конференции в Ангарской городской больнице. Как отметили специалисты, показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза по Иркутской области выше среднероссийских в несколько раз. Так только в этом году в городе нефтехимиков инфекцию выявили у более чем 55 человек. Девять из них скончались. Люди, к сожалению, будут умирать от туберкулеза. Мы никуда от этого не денемся. К сожалению, люди будут болеть туберкулезом. Но задача искоренить туберкулез к 1935 году она не подразумевает полностью ликвидацию туберкулеза. Она подразумевает эпидемиологический уровень. Такой это 2 или 3 на 100 показателей. Ну, может быть, 10, 8 на 100 тысяч населения. Это в эпидемиологическом плане не будет представлять уже как заболевание распространено среди населения России сколько-либо медицинского значения. По обречению министра здравоохранения России Михаила Мурашко к концу 2025 года в Приангарии заболеваемость должна стать в половину меньше, а смертность снизится на 75%. Переломить ситуацию в области планируют более активной работой по ранней диагностике. Такая задача накладывает дополнительные обязательства на медучреждения. На каждый показатель должны быть разработаны свои мероприятия. Не просто улучшить, углубить, а именно, допустим, провести обследование стальки-то граждан. Назначить стальким-то гражданам лечение профилактического не только туберкулеза, а и в том числе и по сопутствующим заболеваниям. Вместе с тем исправить эпидситуацию планируют и посредством дистанционных осмотров. Такой метод работы уже широко применяется в областном центре. На месте, в какой-то районе больницы, поликлинике в районе, пациент проходит тот необходимый перечень обследования, который указан как раз в этом втором распоряжении. И в онлайн-режиме, да, документ направляется уже без участия пациента. Иногда можно даже и в качестве телемоста с пациентом пообщаться. Сейчас мы с успехом проводим с нашим профильным институтом в Москве. Поэтому можно сэкономить силы, средства, время, да, и быстро пациента проконсультировать заочно. Медики убеждены, что следование всем рекомендациям позволит качественно улучшить здоровье населения. Однако и сами граждане должны быть бдительны и своевременно проходить медицинское обследование. Кстати, сотрудники Ангарской горбольницы принимают пациентов не только в стенах своего учреждения. Например, с 13 по 15 ноября на базе Ангарского технического университета специалисты проводили бесплатные профосмотры для студентов. Скрининг включал в себя общий анализ крови, электрокардиографию и флюорографическое исследование. Такую акцию медики запустили в целях раннего выявления заболеваний, а также факторов риска их развития. Все, абсолютно все заболевания сейчас молодеют. То есть, если раньше у нас случаи инфарктов, инсультов у пациентов в возрасте до 40 лет, это были скорее казуистикой, то теперь, к сожалению, заболеваемость значительно помолодела. Поэтому я еще раз призываю всех студентов Ангарского государственного технического университета пройти профилактические мероприятия. Мы ждем своих пациентов. За три дня обследования в мобильном пункте прошли около 100 студентов. Следующий выездной медосмотр запланирован на 22 ноября. На этот раз медики проверят здоровье у жителей Саватеевки. Это была программа в центре внимания. Будьте здоровы! И в завершение совсем не медицинская тема. Ангарск туристический – это проект, который призван удивлять ангарчан и гостей нашего округа. Еженедельно в нем будет рассказываться, а главное, будут показываться места, которые стоит посетить. Прямо сейчас Татьяна Рой расскажет об уникальности Ангарского музея часов. Добрый день, дорогие друзья, ангарчане и гости нашего города. Сегодня мы начинаем интересную рубрику «Туристический Ангарск». Меня зовут Татьяна Рой, и в ближайшее время я буду с вами. Сейчас мы находимся в историческом месте нашего города. За мной стоит ангарский шпиль и единственный в Иркутской области часы-куранты, который разработал Павел Васильевич Курдюков. Вам кажется, что циферблат часов такой маленький? А на самом деле эти часы аж метр восемьдесят пять шириной. Это очень интересный факт. И сейчас мы отправляемся в музей часов. Музей часов коллекса Павла Васильевича Курдюкова стала основополагающей для создания музея часов в нашем городе. Сегодня музей известен на всю Россию и также на международном уровне. Идемте с нами. Итак, мы находимся в музее часов. Здесь представлены часы с XVIII по XX века. Часы разные. С Западной Европы, с Японией, с Россией. И совершенно недавно у нас здесь появился мастер часовых дел, который полностью разбирает часы, который их ремонтирует, который их улучшает. И красивый идейный вдохновитель, который наблюдает за всем происходящим в нашем музее. В музее представлены редкие и удивительные экспонаты. Здесь мы можем увидеть часы, шахматы, автомобили и даже космические часы, подаренные Георгием Гречко из настоящего космического корабля «Салют-6». Представьте, если бы вас с утра будили такие часы. В наш музей часов стремятся попасть гости со всей России из-за границы. А вы уже были в нашем музее часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова